Инвалиды Шимкента остались без оригинальных препаратов. Пациенты с присаженными почками пытаются достучаться до Минздрава и СК Фармации. Вместо лекарств, которые они получали ранее, СК Фармация закупила им дженерики. Теперь люди попросту боятся их принимать. Врачи понимают, что дженерики могут привести к ухудшению состояния больного, которому после трансплантации уж точно нельзя рисковать здоровьем. Марина Низовкина разбиралась в непростой ситуации. Все эти люди получили второй шанс на жизнь, когда им пересадили почки. Теперь они изо всех сил пытаются сохранить подаренный им орган. Вот только из-за проволочек с лекарствами успех трансплантации под угрозой. Оказалось, что в этом году СК Фармация закупила для них не оригинальный препарат от дженерики. Однажды пациенты на них уже переходили. Тогда все закончилось плохими анализами, ухудшением состояния и даже онемением конечностей. Теперь рисковать своим новым органам пациенты просто не могут. Нам предлагают дженерики, которые мы отказались принимать в связи с риском отторжения нашего органа. Наши родные и близкие нам подарили вторую жизнь, подарив свой орган, который мы не можем сохранить по вине чиновника, который сидит наверху. Август Аскар Корабеков с пересаженной почкой живет 8 лет. Говорит, что все это время возникают перебои с поставками оригинальных препаратов и начинаются долгие переписки с Минздравом и СК Фармации. Люди недоумевают, почему нельзя решить проблему разом, ведь принимать эти препараты они должны каждый день до конца жизни. Таких пациентов в Шемкенте больше 100 человек. Удар на себя пришлось взять руководителю Горздрава, хотя на местном уровне только могут указать международное название нужного препарата. А уж что закупит СК Фармация, порой выливается в неприятный сюрприз. Вот и сейчас, несмотря на существующий приказ Минздрава, на 21 миллион тенге закупается дженерик. На основании приказа 666 там четко написано, что все пересаженные пациенты, они должны принимать один препарат всю жизнь. И этот препарат должен быть оригинальным препаратом. Но в 2021 году сложилась проблема, оригинальный препарат не был закуплен. На закуп оригинального препарата уйдет время. В прошлый раз нужный препарат пациенты смогли получить только в мае. Чтобы не терять драгоценное время, врачи рекомендуют пока обходиться с дженериками. Это лучше, чем без лекарств вообще. Пациенты же, пережившие трансплантацию, уже приучились искать выход. Они обмениваются друг с другом запасами и ждут поступления оригинальных лекарств. Марина Низовкина, Виталий Заянтинов, Атомикен Бизнес, Шемкент.